Что иностранным мужчинам в русских женщинах непонятно, это вот затертая тема, это важность цветов и подарков. Объясню, почему им непонятно. Потому что женщины не замечают, достаточно часто не замечают, что мужчина уделяет ей время, что мужчина уделяет ей внимание, что мужчина о ней заботится, что они куда-то ездят, он оплачивает там отели, оплачивает рестораны, пытается найти какую-то экскурсию поинтереснее, там что-то еще. То есть получается, он что-то для нее такое делает. Понятно, что они проводят время вместе, но дама это все не видит, потому что она исходит от того, что мы проходим время вместе, соответственно, это наше как бы совместное удовольствие. И начинается, ах, вот я цветов не получаю. Сколько вот этих дискуссий в наших дамских группах, в девочкиных группах, не в дамских, в девочкиных группах, о том, что начинается там одна цветами похвастается, ей бы мне прислали другая, а третья начинает нервничать, а третья на полном серьезе начинает нервничать. Что стоит ли мне продолжать отношения с мужчиной, с моим, вот этой цветы подоили, вот этой цветы подоили, а мне не подоили. Понимаете, о чем я? То есть такое ощущение, что мы оцениваем себя в зависимости от того, подоили нам цветы или не подоили. Ну или подарки, там, неважно что. То есть получается, получили мы какие-то подношения себе или нет. И, соответственно, если там Маше подоили, там Наташе подоили, а мне Тане не подоили, то, соответственно, я Тане себя уже как бы чувствую некомфортно, я уже сомневаюсь, тот ли мужчина или нет. И все наши коммуникации, все наши интересные разговоры, все наши, вся наша близость, все наше тепло, оно нивелируется тем, что я не получила веник. Я не говорю о том, что мы не хотели, что нам не надо доить, я просто о том, что замечать то, что другое мужчина делает, помимо цветов. Сегодня в мужской группе опять была дискуссия, то есть один мужчина сказал, я считаю, что срезанные цветы смысла нет, я предпочитаю доить как бы вот в горшках цветы. И красные розы это слишком перебор, я начинаю с орхидеи. Я не стала комментировать, но я, например, орхидеи не люблю, они у меня умирают, у меня все орхидеи, которые были умными. То есть получается, что вот, да, вот, насколько разные, потому что мужчина не отрицает, что он готов подоить цветы, но вот у него свое видение. Женщины очень часто не замечают, к сожалению, у нас есть такая вот девочкина неблагодарность, к сожалению, те другие траты, которые мужчина несет, и получается, что он, может быть, потратил там достаточно большую сумму на какое-то путешествие и на ее поезд, и на ее визу, ну вот цветы в аэропорт не принес, и все, соответственно, мужчина негодящий, мужчина ненужный, и я уже сомневаюсь, нужен ли мне такой, цветочек от него не получишь. Есть это очень классное выражение, это драма квин, да, то есть как королева такая драма, то есть вот убирайте драму квина, и если вам хочется поскандалить по поводу цветов, которых не получили, подумайте, может быть, мужчины вам, на вас понес другие, более важные расходы, нежели цветы. Я вам могу сказать еще по поводу немцев, ситуация такая, кто живет в Германии, подтвердит. Немцы действительно очень интересная культура в том плане, что действительно есть огромное количество мужчин, которые к своим 40, 50, 60 лет практически никогда в жизни никому цветов не доили. То есть если в семье это не было принято, или считали, что цветы это напрасная трата денег, и мужчина встречался только с дамой, которая от него цветов не требовала, он не знает о том, что цветы доить надо, он не знает, ему надо это как минимум один раз объяснить, что ты там прожил до своих 50 лет, цветы никому не доил, а мне это нравится, я так хочу, мне это нужно, мне это доставит радость. Действительно, поверьте мне, огромное количество немецких мужчин за свою жизнь цветов никогда никому не доили, потому что маме это было не надо, или мама воспитала, что ей это не надо, девушки, с которыми он встречался, они его не требовали. Я могу сказать, у немецких женщин даже другой подход, то есть если мужчина пойдет, например, на первое свидание с цветами и с подарком, то это будет воспринято скорее негативно, по принципу ты хочешь меня подкупить, ты хочешь мое независимое экспертное мнение, как сказать, подмастить своим веником. То есть они наоборот напуганы доить букеты, напуганы доить подарки, потому что немецкие женщины очень независимы, очень самостоятельно, очень эмансипированы, и с большей степенью вероятности немецкая женщина цветы на первом свидании отвергнет. И вы представьте себе ситуацию, если ему один раз сказали цветы от немецкой женщины на первое свидание, ты со своими вениками не ходи, то он уже подумает, в какой ситуации, когда эти веники кому нести. Поэтому дайте, пожалуйста, мальчикам шанс, и если вам цветов не дает, не надо его сразу отправлять в помойку, надо ему объяснить о том, что вам это нравится, что вам это нужно. Так, я сейчас читаю комментарии по поводу подарков, и потом дальше мы с вами побежим к четвертому пункту. Ну вот Ольга пишет, пусть лучше золото дает, зачем мне цветы? Ну вот как бы, да, лучше что-то такое путня, да, что-то, что-то, вещь какую-то, которую можно поименить, чем цветы, которые через два дня завянут. Но это опять же, кто как, кто как, да, совершенно. Елена пишет, да, некоторые считают, что цветы только на юбилей дает. Или на свадьбу, да, то есть получается, или на свадьбу, то есть получается по каким-то событиям, а не то, что у девочки сегодня плохое настроение, а не подает ли мне ей цветы. У него в голове это еще не заложено, эту программу, надо ему объяснить. Алина пишет, не только Германия, так вот ту же картину наблюдала во Франции, наблюдаю сейчас в Португалии. Вот видите, значит, я могу уже спокойно говорить, у европейских мужчин, не у немецких, у европейских мужчин. Чем больше смотрю ваши вебинары, пишет Лина, тем больше понимаю, что лучше жить самостоятельно и одной, чем связываться с мужчинами, еще подстраиваться под них. Без мужчин меньше проблем. Вы знаете, я такое мнение читаю, и я вот могу сказать, когда я читаю, у меня такое ощущение, как будто, да, вот мнение, как будто я или кто-то кого-то заставляет. Вот я прямо такая стою, там ногти, под ногти иголки запихиваю, говорю, выходи замуж, знакомься с иностранцем, переезжай. Нет, но ситуация такая, что это реалия. Я же вам не сказки какие-то рассказываю. Ну, так живут. Вы, конечно, можете идти по миру с розовыми очками и не прислушиваться к тому, что происходит на самом деле. Ну и что? Если вы считаете, что вам без мужчин легче, это суперское решение. Значит, вы свою жизнь выстраиваете так, чтобы от мужчин не зависеть и не быть в семье, и быть одной. Это классно, это супер. Понятно, что договариваться всегда тяжелее, чем жить вместе. Ну, никто же не заставляет, да? Живите одна, да? Не ищите себе мужчину, встречайтесь для секса. Тоже суперская жизнь. Да, кто говорит, что это плохо? Наталья пишет, ну пусть хоть бы цветы дает, если она больше не способна. Объясните ему, что вам нужны цветы, вы их получите. Дальше комментарии. Так нужно выбирать того, с кем будет лучше, чем одной. Естественно. Но вы никогда не встретите. Это, конечно, банальная мысль. Простите меня, я вот люблю какие-то необыкновенные мысли говорить. Мысль-то в том, что у каждого, действительно, мы разные. Да, мы абсолютно разные. И поэтому получается, встретите такого мужчину, который по всем параметрам будет вам подходить, но не будет такого. Так же, как и мужчина не встретит никогда женщину, которая будет подходить по всем параметрам. Есть принципиальные моменты. И, к счастью, эти моменты принципиальные у каждого свои. Кому-то цветы, соответственно, она будет искать мужчину, который будет ей цветы приносить. Вот я, например, девочкам массажист хожу, у нее муж ей постоянно цветы покупает, они с сыном придут, принесут ей. То есть, получается, он понял, что ей важно, он ей приносит цветы постоянно. Кто-то из женщин, как вот, сказали, что лучше пускай золото падает, лучше пускай вот эти деньги каждый день цветы, лучше они будут сложены вместе, и будет золотое колечко, которое будет на пальчике, будет близко. То есть, кому-то нравится, к счастью, всем нравится разное. Поэтому, если вас не устраивает, как живет большинство, значит, ищите себе какой-то уникальный вариант. Немцы очень уважают украшения из стали, так говорят города Эдельсталь, только не Эдельсталь, Эдельсталь каково. Ксения, прокомментируйте, пожалуйста. Не знаю, честно говоря, я не знаю, кто на это внимание не обращал, но я, честно могу сказать, я вот, когда клиенты до корона приходили пообщаться или там на вечеринке, я очень мало видела украшений на мужчинах вообще, очень мало. Дорогие часы, да, могут быть, да, на дорогой машине, да, может приехать. Но вот обвешивание какими-то железяками, честно говоря, мне в глаза не бросилось. Бывает такой мужчина, уши прокалывают, там какую-то сеюшку, бывает там печатка какая-то необыкновенная, но я бы не сказала, что много носят украшений. Ну, по крайней мере, мне в глаза не бросилось, то есть я такого не заметила. Так, побежали.